МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открыто и честно о себе, о предназначении, о главном, подлинные чувства и эмоции. Это не просто история, это и сама жизнь. Сегодня в нашей программе Анна Рубель и ее личная интонация. Иду вперед, кто со мной? Это не просто денис, которому она следует по жизни. Это самая точная характеристика Анны Рубель. Я думаю, характер не меняется, он же дается при рождении и уже от начала до конца жизни. Что такое человечность? Это, наверное, способность сопереживать и не только разделять какие-то горести или радости, но и участвовать в развитии того, кто рядом. У каждого человека своя скорость жизни и право выбирать, действовать или стоять на месте. Все, что делает Анна, всегда в динамике и движении. И сейчас мы с вами в этом убедимся. Все на лед. В жизни ей точно хватает и ритма, и движения. Но вот эта неуспокоенность, она и вне работы. Ей нужно опережать саму себя по прямой линии и на поворотах. Ну, я не в экипировке, а вы прекрасно подготовлены. Что это для вас, прежде всего? Ну, это спорт, в первую очередь. Ну, кто-то ходит в спортзал, вы приходите сюда на лед. Да, мне просто кажется, бегать на одном месте, на беговой дорожке, это совсем не то. Гораздо интереснее, когда я нахожусь в движении. Закаляет во всех смыслах? В том числе, да. Тут, кстати, всегда прохладно, и зимой, и летом, поэтому такая освежающая атмосфера, здесь все очень здорово. Но если это, может быть, кажется только со стороны, что легко скользишь по льду... Совсем не легко. На самом деле, это очень серьезная физическая нагрузка. Анна родилась с повышенным чувством участия, включенности в происходящее. Ей всегда до всего есть дело. И вот эта черта, никогда не оставаться в стороне, много раз помогала принимать правильные решения в самых разных ситуациях. Начиная вот с этой школы в селе Перова Симферопольского района. Главные уроки, это все-таки уроки жизни, а самые первые уроки, это уроки, которые мы получаем в школе. Каким то было время для вас? Ну, я хочу сказать, что есть такой стереотип распространенный, что в сельской школе уровень образования ниже, чем в городской. Вот эта школа подтверждение тому, что это не так. Какое бы время ни было, какая бы ни была бы система знания, они всегда докажут твою состоятельность. И второе, это команда, что один в поле не воин, нужно держаться всегда вместе. Вот я думаю, что команда, командная работа была именно здесь. Но для вас это не просто школа, ведь здесь когда-то училась... Да, эта школа, конечно, ее очень много лет, но первой выпускницей была моя прабабушка из Фоминична, была первой выпускницей. И когда-то на стенде при входе в школу висела ее фотография. И, кстати, для меня это стало тоже удивлением, только на уроках уже, по-моему, краеведения или там, городной край, как-то были такие занятия, рассказали о том, что вот наши первые выпускники. Вспомнить школьные годы – это снова вспомнить себя и увидеть тех, кто столько привнес в твое становление. Валентина Федоровна, здравствуйте! Здравствуйте, добрый день! Ой, Аня! Здравствуйте! Вы не виделись давно, судя по всему, да? Да, давно, очень давно. Вы учитель физики, преподавали у Ани очень многие годы, да? Да, начиная с 7 класса, вот как физика начинается в школе. Аня не говорила, что физика – это ее любимый предмет, это на самом деле было так? Я не думаю, что только одна физика была любимым предметом. Аня была достаточно успешной ученицей, и по всем предметам она занималась хорошо. Вот вы знаете, я таких учеников называю талантливыми учениками, это те дети, которые любят учиться. Всегда с огромным волнением Анна возвращается в университет. Хоть и сейчас преподает здесь Организацию здравоохранения и историю медицины. Тогда, чтобы получить белый халат и стать студенткой медицинского вуза, пришлось много готовиться, чтобы самой себе доказать – у меня получится. А это призвание было, вот по велению души, или почему вы решили все-таки? Ну, как ни странно, родители у меня инженеры, бабушка, дедушка – инженеры. То есть, наверное, по логике нужно было бы мне тоже идти учиться на инженера, но душа захотела другого. Мне всегда хотелось помогать людям, и вот всегда такое небезразличное отношение, наверное, привело к тому, что я поступила в медицинский университет. Анатолий Андреевич Бабанин хорошо помнит столь инициативную студентку Аню Рубель. Для меня, честно говоря, и университеты, и стены, и колонны – это все очень волнительно и родное, да. Потому что почти 10 лет я здесь провела и еще продолжаю здесь работать, но, тем не менее, очень волнительно. Я знаю, что все это благодаря вам приобрело такой замечательный, торжественный вид. Вы знаете, я как бывший руководитель вуза, конечно, заинтересован в том, чтобы ярких, талантливых студентов не выпускать, чтобы они не уходили, а оставались в вузе. Я не ушла. Мы преподавали, да, занимались наукой. И в этом плане, конечно, я всегда имел вас в виду вот в этом направлении. Хотя я знал, что ваш неуемный характер и темперамент не позволит вам просто сидеть у микроскопа. У нее никогда не было свободного времени. В 10 дочитывала анатомию, потом начинала разбирать профсоюзные билеты. Общественная нагрузка и постоянное решение задач, неравнодушие и нежелание мириться с несправедливостью. И получилось создать один из лучших студенческих профсоюзов в Крыму. Нам удалось добиться того, чтобы студенты ездили в санаторий за счет профсоюзных средств. Тот санаторий, где отдыхали только преподаватели. И это была непростая битва, честно говоря. И вот три года нам нужно было сначала доказывать свою состоятельность как профсоюзной, взрослой, настоящей такой организации. Ей помогает ее характер, ее доброта, ее любовь к людям, целеустремленность, отзывчивость. И все это на пользу людям. Они знакомы с 2014 года. Впервые увиделись на встрече координаторов штаба СтопМайдан. Светлана была удивлена. Такая молодая девушка, студентка, профсоюзный лидер, но с таким бесстрашим и активной гражданской позицией. Анжи просто понимала, не сможет оставаться безучастной. Здесь проявились и качества лидера, и качества человека, доброго, отзывчивого, целеустремленного. То есть умеет брать на себя решения, брать такие задачи и решать их. Да, ответственность умеет брать на себя. Совсем по-другому площадь выглядит, да? Конечно, красиво и розы цветут. А помнишь, как здесь холодно было тогда? О, да, и скользко. А, кстати, и скользко тоже. Ну, да, сейчас, конечно, уже не узнать ни площадь. Мне кажется, ни площадь, ни Крым не узнать. Да, и Крым. Осенью 2013 года в Киеве Анна Рубель от лица крымской молодежи выступала на антифашистском митинге. Вернувшись домой, стала одним из основателей всекрымского движения «Стоп Майдан». Оно хватило весь полуостров. Без таких людей, инициативных, на которых можно было равняться и ориентироваться, и которые понимали, что делают, ничего бы не произошло. Как гражданин своей страны, она проявила, вот удивительно, на мой взгляд, действительно, это редко встретишь, очень жесткую гражданскую позицию. Ну, вообще, у нее характер такой. Она всегда знает, чего она хочет, она всегда очень прямо, честно и конкретно идет к своей цели. Какой бы эта цель ни была, в данном случае, в данном случае, конечно, вот это подкупало. И она была одним из стержней, на которых и держался «Стоп Майдан». Каждый день вместе они проводили митинги на этой площади под зданием Совета Министров. Могла ли Анна подумать, что через годы здесь же, уже в российском Крыму, будет вспоминать, как это было? Просто не хотели оставаться в стороне от событий, вам было не все равно, вы хотели активных действий в то время? Задача была скорее не себя как-то проявить, а скорее рассказать крымчанам о том, что используются политические технологии, это ничего общего не имеет с демократией. В то время стала вектором и для самоопределения. Это был частный выбор перед собой. Да, она не связала свою жизнь с медициной. Ее цельность, активность и желание быть сопричастной оказались нужнее в общественно-политической работе. Но главный жизненный принцип – помогать людям с ней навсегда. Ваша крымская мечта? Ну, даже не знаю. После того, как построили уже Крымский мост… Вы мечтали? Я мечтала, да. Уже проехались, уверена, да? Уже проехалась по Крымскому мосту, и очень здорово сегодня, когда общаешься с жителями сельских поселений. К сожалению, пока еще не все могут себе позволить туда доехать, но, тем не менее, фотографии, мои такие воодушевленные рассказы дают понять людям, что Крым сейчас находится в надежных руках, что у нас серьезное большое будущее. И крымская мечта, главное, мне кажется, она уже осуществилась в 2014 году. Мы под российским мирным небом, еще и с Крымским мостом. Это ее главные изменения, и выбор, сделанный пять лет назад. Время бесценного опыта и действий. Тогда она не усомнилась. С уверенностью идет вперед. И сейчас. Это была история и личная интонация Анны Рубель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова